Добрый день. 26 мая в Москве в колонном зале Дома Союзов на встрече с руководителями профсоюзных организаций я получил записку с просьбой разъяснить мою позицию по ситуации, которая сложилась и Пикалёва. Автор записки Дербин Владимир Георгиевич. Вы здесь? Здесь. Это ваша записка, да? Вы помните, да, что тогда я сказал, что я не готов ответить, потому что ситуации незнакомы глубоко, но тогда же сказал, что ответ будет так? Почему? В целом сейчас ясно, что здесь происходит, и в целом понятно, куда можно двигаться для того, чтобы хотя бы разрешить остроту ситуации, снять остроту. Тем не менее, поскольку вы, по сути, явились инициатором нашей сегодняшней встречи, я бы хотел начать с вас и просил бы вас изложить ваше видение проблемы и ситуации, которая сложилась здесь. Уважаемый Владимир Владимирович, действительно, я написал записку с тем, чтобы была понятна позиция премьер-министра Российской Федерации, поскольку, начиная с 8 ноября, в городе Пикалёва состоялся первый митинг, когда по проблеме Пикалёва я присутствовал на нём и выступал. И с тех пор мы практически прошли все законодательные моменты, которые есть у нас в законах Российской Федерации. То есть, обращения во все инстанции, подключились все структуры на сегодняшний день, всё прошли. Потом, значит, ещё был митинг второй в Пикалёва, был митинг в Санкт-Петербурге в поддержку уже профсоюзов Пикалёвских. Тем не менее, ситуация между тремя собственниками никак не могла пройти сбалансирована. То есть, мы все утверждали и все согласились с тем, что ситуация, которая возникла в Пикалёв, это не проблема экономического кризиса. Это проблема трёх собственников, которые не могут прийти к согласию. И поэтому, вот, и настрой был, и трудового коллектива, и всех горожан, что объединить трёх собственников можно только путём, так сказать, или каким-то кардинальным. В этом плане, после того, как была комиссия Федеральной антимонопольной службы, они приняли соответствующие решения. Решение это устроило всех практически, чтобы оно было исполнилось. Но вместо того, чтобы оно исполнялось, сторона, против которой был иск, подала в суд, и дело снова затянулось. И вот эта тема, конечно, она шла медленно и длительно. Очень много принимали участие администрация Ленинградской области, лично губернатор. Практически были созданы рабочая группа. Все мероприятия, которые зависели от бюджета муниципального, от бюджета регионального, практически были всё сделаны. Но рабочим, да, более того, предлагались даже работы за пределами Пикалёва, значит, в Киришев, там, в Тихвине, на ЛАЭС. Но, значит, людей это не устраивало, поскольку они уже здесь с матерями, ну, вообще российский менталитет, он не динамичный по, значит, по этой теме, так сказать. Поэтому на сегодняшний день, после того, как вы прочитали записку и сказали, что вы ответите, мы были уверены, что эта тема найдёт своё, так сказать, продолжение и ответ. К сожалению, так сказать, позавчера был сбой, но уже не по нашей, уже люди, значит, возбуждены, конечно, очень сильно. И мы... А? Зарплату не получили. Да, значит, вот сегодня объявили, что зарплата пошла за март-апрель, значит, на карточке стали получать, то есть здесь зарплата карточная, нормальная, так сказать. Поэтому вот тема, мы ждём, чтобы было разрешение темы или как приняло решение федеральная антимонопольная служба или каким-то другим вариантом. Но все настроены на то, чтобы завод работал в полную силу. В целом, так сказать, и сюда приезжал Шмаков Михаил Юрьевич с Исаевым и с председателем горно-металлургического завода. Мы также встречались на заводах, встречались с людьми. Настроение у всех нормальное, рабочие. Все хотят работать, но на своём родном заводе. Вот всё. Спасибо. Ладно, спасибо. После того, как вы мне эту советскую написали, мы провели в Москве ряд встреч, рассмотрели вопросы на различных уровнях, в том числе первого числа, в понедельник, я провёл там совещание с рядом собственников, с администрациями, и ещё тогда объявил, что я приеду в Пикалёв. И самое плохое, что можно было сделать, чтобы заставить меня сюда не приехать, это начать нарушать здесь закон. И я думаю, что это было сделано в сговоре с теми, кто не хотел, чтобы я сюда приехал. А может быть, и за деньги тех людей, которые не хотели, чтобы я сюда приезжал. Потому что мы не можем поощрить нарушение закона, от кого бы они ни исходили, и чем бы ни мотивировались. И я говорил об ответственности профсоюзов в этом отношении на встрече. По-моему, ясно сказал. Об ответственности собственников мы ещё поговорим сегодня, и об администрации. Но поскольку Владимир Георгиевич упомянул о сути конфликта, хотя там есть и экономическая предоплёка, всё-таки давайте начнём с собственников и их послушаем. Пожалуйста, Дерибаска, Олег Владимирович. То есть я не буду останавливаться по какой причине.